Карантин спорту не помеха, говорят многие, однако поддерживать физическую форму дома не так-то просто, утверждают другие. А еще сложнее, наверное, воспитывать молодых спортсменов в онлайн-режиме. Так как на самом деле? Спросим сегодня. Здравствуйте. У нас сегодня в гостях директор областной специализированной школы-интерната и колледжа Олимпийского резерва в городе Талдыкурган Бахтияр Касимов. Добрый день. Здравствуйте. Хочу напомнить нашим телезрителям, мы работаем в прямом эфире. Если у вас есть вопросы нашему гостю, вы можете позвонить по телефону 40 0109, код города Талдыкурган, 872 82. Ну а если вы хотите написать нам по WhatsApp мессенджеру, то на ваших экранах стоит номер телефона. Звоните, пишите. Давайте начнем с того, вот как сейчас вам работает в онлайн-режиме. Как вот спортсменов нужно, тем более молодых ребят, возле которых нужно стоять, показывать, как все делать и как заниматься. Это все происходит в онлайн-режиме. Да, вы совершенно правы. Сейчас у нас все перешло на дистанционную форму обучения. Так как у нас есть еще школа, и по решению правительства школы были сейчас переведены все на дистанционное обучение. В нами тоже было принято решение перевести. По учебной части мы работаем по технологии, то есть дистанционная форма обучения, и по спорту тоже самое у нас. Через мессенджеры, программы, зумы, джитсми, через них мы работаем. Каждый тренер индивидуально создает свою группу и работает с нашими детьми, спортсменами. Ну, я понимаю, например, если это образовательное какое-то обучение, это вот через ЗОМ, через и так далее, другие платформы, например, образовательные, можно. А вот по спорту многие даже понятия не имеют, как это все можно делать. И есть ли результат, будет ли? Школа-интернат чем славится? Тем, что у нас двухразовые тренировки проходили в обычном режиме. Поэтому, конечно, спад в спорте в достижениях, он будет незначительный. Но нашим тренерам, руководствам была поставлена задача, чтобы каждый день выходить на связь, проводить тренировки, онлайн-тренировки с детьми. Поэтому будем надеяться на то, что результатов такого, конечно, спада, чтобы не было. Готовясь к этой программе, я изучила и поговорила со многими спортсменами, также изучила в интернете комментарии многих известных спортсменов. Все они утверждают, что после карантина спад будет в мировом спорте. Все эти, которые показывали хорошие достижения спортсмены, они после карантина сделать это не смогут. Какое ваше мнение? Я с этим согласен, более с чем. Почему? Потому что спорт, он нужен режим, выполнять режим. Чем славится школа-интернат? Тем, что у нас есть этот режим, мы соблюдаем этот режим. И наша школа отличается от других школ, так как тем, что мы соблюдаем режим, у нас дети живут по режиму, поэтому спад он будет, он однозначно будет. Но будем наращивать упущенное и готовить наших детей. Добиться хороших результатов дистанционно, все равно в спорте, видимо, не получится. Конечно, конечно. Есть вот вопрос от телезрителя, пишут, в эту школу попасть очень сложно. Я этот вопрос и сама хотела задать. Почему? Почему? Потому что районов много в Лауматинской области, много школ детских и юношеских. Мы работаем по правилам деятельности спортивных интернатов и республиканских. Там прописано, что набор детей осуществляется те, кто добились результатов, у кого есть разряды. Поэтому всех под подряд, вот бывает такое, ко мне тоже родители приходят и говорят, мы хотим взять, мы хотим, чтобы наш ребенок учился у вас. Но не имеет, этот ребенок вообще в спорте никакого отношения не имел. Поэтому, может быть, такой случай, такая ситуация была. Ну а так, у нас есть отбор. Мы каждое лето с 1 июня, со 2 июня набираем набор по различным видам спорта. У нас их 11. Поэтому, если ребенок талантлив, мы же не обычная детская и юношеская спортшкола. Мы спортинтернат, спортивный интернат. Поэтому мы с нулевой... К вам попадают только сильнейшие? К нам попадают только сильнейшие, и набор у нас происходит в таком же порядке. Вот как происходит отбор? Создается комиссия, издается приказ управления физической культурой и спорта, чтобы осуществить набор по различным видам спорта. Какие? Вот, допустим, если у нас в этом году 74 спортсмена уходят в школу, заканчивают школу, 11 класс. Мы набираем, я повторюсь, мы набираем седьмого класса по 11 класс. Также у нас есть колледж, который форма обучения 2 года, 10 месяцев. Вот в этом году у нас 74 школьников, спортсмена уходят, заканчивают школу. Поэтому по 74, по видам спорта, в каких у нас промежуток, от тех, которые они ушли. Вот, допустим, если в боксе 10 человек у нас закончили, то мы 10 человек будем набирать. И так она вот распределяется. И здесь напрашивается вопрос, например, вы набираете из районов, из аулов. Вот как сегодня здоровье у детей? Вот многие утверждают, что у нынешнего поколения детей очень слабое здоровье. Сделав свой анализ, проработав сейчас, я могу сказать, что наоборот, идет тенденция на то, что наши дети занимаются спортом. Потому что всю инфраструктуру, вот даже зайдя в любой двор, можно увидеть то, что сейчас строятся спортивные площадки для занятий стрит-воркаута. И поэтому у детей сейчас есть возможность заниматься. И все это предоставляют бесплатно. Детские и юношеские спортивные школы в каждом районе обучение проводят бесплатно. И поэтому тут уже мы делаем вывод, мы набираем детей, те, кто уже там проучился в детских и юношеских спортивных школах. Ну, несмотря на это, детей от гаджетов и девайсов отобрать, ну, это тоже непросто. Это тоже непросто, это уже работа родителей. Вот вы говорили, 74 человека, да, вот заканчивают, например, какие они на сегодня, вот какую оценку вы им дадите? Спортсмены. Хорошие. За этот промежуток времени, который они у нас седьмого класса проучились, они все достойны. А были ли среди них, которые не хотели, например, после одного года обучения в вашей школе? Были такие, вот, допустим, 74 мы сейчас наберем в этом году, сделаем набор, из них не все закончат, потому что есть, кто-то не сможет учиться, кто-то не сможет жить в общежитии, кому-то будут слишком большие нагрузки. Поэтому отсеиваются и остаются только сильнейшие. Вот еще один вопрос от телезрителя спрашивают. Пусть директор немного расскажет о себе, что закончил, где обучился. Ну, интересуется. Учился я в Алма-Ате, закончил в Алма-Ате институт Международной академии бизнеса по специальности финансист. Также в этом году заканчиваю в Кайнаре, у меня юридическое образование второе. Работал в АО «АЛАТАВ», акционерное общество «АЛАТАВ» по развитию Алма-Ате институт Международной области. Я работал там, был менеджером делового, менеджером департамента делового. Получается, вы хороший менеджер, но не смартсмен или спортсмен? Я занимался, со мной всю жизнь всегда я как бы шел со спортом вместе. Я занимался и волейболом, и было время и боксом, потом шел в тренажерном зале, качался, занимался спортом. Но такого, как профессионального в спорте, я себя не учился. Не проявляли. Да, не проявляли. Давайте поговорим о самой школе. Вот на сегодня какие условия там есть, по каким спорту занимаются, есть ли достижения хорошие? Достижения есть. У нас, я вот повторюсь, у нас один из видов спорта. Все они олимпийские виды спорта. Это вольная борьба, волейбол, тяжелая атлетика, бокс, стрельба из лука, велоспорт, легкая атлетика, триатлон. В этом году мы триатлон еще открыли, греко-римская борьба и дзюдо. Вот такие у нас виды спорта культивируются в нашей школе. Все они, повторюсь, олимпийские. В школе у нас 16 класс комплектов, школы. В этом году при поддержке как раз Акимата области, руководства управления спорта, мы вошли в программу «Дорожная карта занятости». И в этом году у нас начнется капитальный ремонт учебного корпуса. Это тоже для нас такое... Ну, условия, наверное, есть. Также, да, условия, конечно, есть. У нас два общежития, у нас 370 мест, столовая, где 150 посадочных мест. Ну, на каких соревнованиях занимали места? Куда-нибудь выезжаете, например? Конечно, в прошлом году у нас Сарамке Сакмолда занял первое место на чемпионате мира. Коричево, Потапово, все чемпионаты республики Казахстан, призовые места мы занимаем. Это все воспитанники вашей школы и колледжи. Вот вопрос телезрителя спрашивают, какой прием будет в этом году в школу? Мы еще пока не определились, потому что есть карантин на области, в области действует карантин. Поэтому, как будет снято ограничение, мы будем думать, как мы это проведем. Будет это так же, наверное, в штатном, так же, как в прошлом году мы наберем. Ну, просто это для того спрашивают, наверное, что вузы, например, в этом году в обязательном порядке будут принимать, например, проводить приемные комиссии только в онлайн-режиме. В онлайн-режиме у нас не получится это провести, я так думаю. Потому что нам нужно, наши тренера должны увидеть детей, и мы должны сделать правильный отбор. Потому что от этого будет зависеть наш результат. Для этого, например, ваша комиссия выезжает в районы, чтобы делать какие-то отборы? В прошлом году выезжали, когда не было карантина. Я отправлял заместителя по спорту, он с методистами объезжал все районы. Мы писали письмо от нашего руководителя управления, чтобы по тем датам мы приезжали и делали отбор. По всем районам мы объехали. Отобрали, сделали список, и когда уже к нам приезжали дети, мы смотрели, дали ли нам эти детские школы, эти же ребят, которые мы отобрали, привезли олени или нет. И потом уже делали набор. Какие задачи главные ставит перед собой школа? Хотя бы на этот предстоящий учебный год. На этот учебный год сделать капитальный ремонт, чтобы нам сделали капитальный ремонт. Обновить материально-техническую базу. И сделать хороший набор, набор детей. Чтобы ребята получились, достались хорошие, спортивно-физически подготовленные. Только сильнейшие. Вот тоже вопрос телезрителя. Этот вопрос я тоже сама хотела задать. И здесь задают, какой приоритет у школы? Вот вы говорили, все виды олимпийские. Да. Помимо этого, какие-нибудь приоритеты ставятся в спорте, например, в видах спорта, дополнительные? Приоритет, на что мы работаем, это подготовить олимпийского чемпиона. На этом наша самая основная цель. И чтобы подготовить, или чтобы наши спортсмены вошли в состав сборных команд Республики Казахстан. На сегодня есть, которые вошли? Есть. Много их? 42 спортсмена наших вошли в состав сборной Республики Казахстан. По различным видам спорта. Получается, что школа в числе лучших, если 42 человека попали в сборную Казахстан. В числе одна из лучших, одна из сильнейших. Одна из сильнейших школ. Вот в планах школы, например, какие есть мероприятия? Например, в школах, в обычных, например, школах-интернатах одновременно в нескольких направлениях работают, например. У вас, например, только занимаются спортом. А помимо этого, для детей, которые живут в этом интернате круглые сутки, находятся там круглый год, что есть? Какие мероприятия организуются? У нас это происходит на постоянной основе. Все праздники мы отмечаем в школе нашим коллективом, с нашими детьми. Также у нас работают 17 воспитателей со своим отдельным замом. Поэтому они все эти досуги расписывают на месяц вперед. Мы это утверждаем. И все праздники, культурно-массовые мероприятия, наши дети на всех их участвуют. И ходят. У вас получается непрерывное обучение. После школы они попадают в колледж? Или в колледж набираются дополнительно? В колледж тоже набираются дополнительно 25 человек. От наших выпускников 11 классов мы 25 человек набираем. Это также будет проходить по набору. Также мы будем набирать, смотреть, кто из них лучше, того и будем принимать. После окончания школы, колледжа, к примеру, эти ребята где могут работать? Например, трудоустроиться. Он закончил спортивный колледж? После спортивного колледжа он... Если он не выберет профессиональный спорт? Он может пойти в другой, в любой вуз. На третий курс, доучиться два года и уже там по специальности, по какому он выберет. Ну а после колледжа, пока он никуда трудоустроиться не сможет? Ну у него не будет высшего образования. В школах? В школах он... Нет, он может пойти в детскую, юношку, в школу, потому что у нас специальность это преподаватель физико-культуры. Он может устроиться тренером. Скажите, какой у вас преподавательский состав? Какие люди работают? Все-таки люди доверяют своих детей вам? Ну, тренерский состав, он у нас очень сильный. 41 тренера-преподавателя у нас. Все высшие категории, тренера высшей категории. Также 34 у нас педагога. У них тоже... Они первой категории, высшие категории есть. Педагоги-исследователи. Поэтому у нас сильная команда в этом плане. Среди них есть известные фамилии, о которых знает область, Казахстан? Ну, зам по учебной части у нас Рискульсида Ахметовна. Она тоже профессионал своего дела. Более 30 лет она в сфере образования. Также зам по спортивной части. В прошлом году он был принят на работу мной. Это Жемагазиев Даурин, призер мира, чемпион Азии, многократный чемпион Азии. Поэтому в этом плане у нас известных людей достаточно. Детям есть на кого равняться хороших спортсменов. Скажите, пожалуйста, например, издревле сложилось, что, например, трудных детей нужно отвлечь от всяких преступлений или каких-то неверных шагов, например, спортом. Вот их отправляли в школы спортивные или, например, в аулах даже заставляли заниматься спортом. Например, мы знаем очень много примеров. Среди ваших воспитанников есть такие трудные дети? Вы какие-нибудь вклады делаете в воспитание других трудных детей, например, подавая пример в спорте и так далее? Ну, как сказать вам, до того, как они не учились у нас, они, конечно, там, может быть, их отдавали специально в спорт, потому что гиперактивные, все хотят, ну, родители видят их в спорте, думали. Попадая в наш интернат, у них не остается времени думать о чем-то другом, о плохих вещах, так как 24 часа они заняты спортом. Двухразовая тренировка в день. Они после тренировок, после таких нагрузок, они просто идут кушают и ложатся спать. У них времени личного на свое нет. Есть куда направить свою энергию. Вот задает вопрос телезритель, спрашивает, на соревнования, поездки на соревнования в другие города, в другие страны, кто оплачивает? Родители? Нет, конечно. Ну, вот это задают вопрос. Да, я понял. Наши районные, областные или республиканские соревнования внутри города оплачиваются за счет школы, за счет бюджета школы. Значит, если вдруг выездные, заграничные, то на усмотрение есть управление физической культурой наших детей, если они первые места стоят, занимают, то их отправляют уже за счет управления. Поскольку, насколько нам известно, обычно хорошие спортсмены выходят из малобеспеченных семей. У них же не будет возможности отправлять своих детей? Государство все берет, все затраты берет на себя государство. Берет на себя. Скажите, на что в сфере спорта на сегодня нам нужно обратить больше внимания? Какие есть проблемы или, может быть, лучшие стороны? Ну, так сказать, проблем я еще не встречал. Есть небольшая такая географическая расположенность Алматинской области. То, что районы, они расположены чуть далеко друг от друга. И поэтому на соревнования, не все районы могут отправить на соревнования. Есть такое. И в сельских округах, развитие спорта в сельских округах тоже нужно небольшое внимание уделить. Это мое мнение. А в остальном, таких прям глобальных проблем нет. Строятся детские и юношеские школы, строятся объекты. Вот даже посмотреть бассейн в Талдыкургане. Строится такой будет, колоссальный такой бассейн. Поэтому я пока проблем таких не вижу. Есть также вопрос. Как уделяют внимание на воспитание спортсменов? Они же физически сильные ребята. Могут на улицу выйти и избить простых детей, пишет. Скорее всего, мама, наверное, волнуется. Все свои силы они оставляют на тренировках. Если ребенок, спортсмен хочет добиться результата в спорте, он не будет в свое время тратить, чтобы выходить на улицу, с кем-то драться. Ему незачем это доказывать. Он должен доказать это в своем выбранном виде спорта. Поэтому у нас таких проблем пока не было. Но и воспитание, наверное, ведется, что он… Воспитание, да. У нас, я повторюсь, у нас 17 воспитателей, которые поделены на группы. Поэтому каждый индивидуально ведет свою воспитательную программу с детьми. Плюс еще тренера. Тренер, как говорится, тренер – это второй отец. Поэтому если даже где-то ребенок не слушается, воспитателей, то тогда мы уже подключаем тренеров. А тренер дает нагрузку в зале, и ребенок вообще без силы. Так мы решаем эту проблему. Еще один вопрос. Экипировка детей какая? Есть, говорит, от Алматинской области специальная экипировка. Вот, например, ЖТСУ написано. Обычно уже выбирают. Какая у них, говорит, экипировка? Здесь тоже нужно смотреть не в общем, а индивидуально. Вот, допустим, взять боксеров. У них индивидуально все. Перчатки, шлемы – это все индивидуально. Конечно, мы просим, чтобы родители покупали. Потому что ребенок проучился. Школа не может каждому ребенку покупать это. Это такие индивидуальные. Капа или шлем, перчатка. Мы просим, чтобы родители это закупили. Допустим, велосипед, если смотреть на велоспорт, то велосипед, конечно, мы приобретаем. Он у нас есть. Поэтому тут нужно индивидуально смотреть. А так, конечно, мы помогаем. Спортивки выдаем, покупаем сумки. Такое, которое общее. Для края ЖТСУ большого колледжа, для Талтокурганского даже региона, одного колледжа, одной школы немало? У нас их две. Одна в Лепсинске и одна в Талтокургане. Поэтому должно хватить, хватает, я думаю. Можно расширить, но это со временем, скорее всего, будет сделано. А пока самое оптимальное сейчас. Ну, к концу программы ваше пожелание нашим телезрителям. Вот ожидается отбор, что скажете? Приходите, занимайтесь спортом в здоровом духе, в здоровом теле, здоровый дух. Спорту ничего не помешает, и даже карантин. И даже карантин не помешает. Мы вам тоже желаем удачи, успехов в вашей работе, чтобы наш колледж спортивный и школа-интернат, они процветали и больше дарили нам чемпионов и олимпийцев. Спасибо большое. Благодарим, что нашли время и пришли, ответили на вопросы наших телезрителей. Дорогие телезрители, мы встретимся с вами завтра, ровно в 16.00. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова